Вопреки угрожающей тональности, которая присутствовала на прошлом оперативном совещании, когда Хабиров нагнетал обстановку, обещал ужесточение мер и прочее, вопреки этому настроению. В этот раз на оперативке Радий Фаридович был достаточно тих, кашлял, никому не угрожал, был относительно любезен в отношении подчиненных, никого не ругал и практически не пугал родное население. Вступление лидер Башкортостана начал со своего любимого занятия с хвостовства индексом промпроизводства. Каждый раз, когда Хабирову абсолютно нечем гордиться, он вытаскивает на поверхность этот загадочный индекс и сообщает нам о его росте. В этот раз в представлении Радия Фаридовича и в представлении Башстата, на который он опирается, промышленный индекс в Башкирии составил 104%, то есть вырос на 4% относительно аналогичного периода прошлого года. Впрочем, замечу, что 4% это даже меньше, чем инфляция, а если этот индекс исчисляется в рублевом эквиваленте, то, по сути, вещественно промышленность в Башкирии даже снизилась. Но сумма, цифра 104% очень нравится Радию Фаридовичу. Как-то мельком и в полголоса он упомянул о том, что сельхозпроизводство, вопреки промышленному производству, просело аж на целых 14% относительно прошлого года, что, собственно, конечно, объяснимо не самыми благоприятными погодными условиями, которые сложились в этом году. Да и Фазрахманова теперь с его победными реляциями как-то на горизонте не видать. Закончив хвастаться любимым индексом, Хабиров перешел к более мелким новостям прошедшей недели. В частности, он сообщил, что он встретился лично с руководством неведанной и неведомой никому авиакомпании Азимут. Что за авиакомпания, вообще никто не знает, кроме Хабирова и где он ее откопал, тоже непонятно. Но, тем не менее, встретившись с этой авиакомпанией, Хабиров договорился о том, что она будет в скором времени летать в город Красноярск и город Нур-Султан, что находится в республике Казахстан. Хабиров, он ведь упоротый или упертый, я не знаю до конца точно, но вот решил он, что башкортостанцам необходимо летать в Нур-Султан. Теперь они будут иметь такую возможность, и, в общем-то, наверное, уже многие стали в воздух от восторга кидать чепчики, а я вот не знаю, на кой черт нам нужен Нур-Султан. Также мельком и вскользь Хабиров упомянул о теоретической возможности возобновления авиасообщения с Тель-Авивом и городом Минском. Но это в далеком будущем, потому что пока, например, Тель-Авив, конечно же, для нас закрыт и в ковидном смысле, и в плане конфликта этих вакцин, но, в общем, пока это только далекое будущее. Завершая вступительную часть, Хабиров упомянул об открытии Дома молодежи, которые у нас назвали остроумно Яшлек-Хаус. Ну, сочетая башкирский и английский языки, 1500 квадратных метров офисных помещений на улице Пушкина, 86, вот этот самый угол Пушкина и Карла Маркса. В народе этот дом, это историческое здание, почему-то считают в дореволюционное время, что он использовался под публичный дом. На самом деле, история, конечно, не подтверждает этого факта. Там какое-то время была таможня, но легенда есть легенда, они достаточно глубоко оседают в сознании населения, потому, конечно, мадам Гайдук будет очень сложно избавиться от этого, пускай мнимого, но определенного восприятия вот этого здания в глазах жителей республики Башкортостан. Хабиров как-то про этот Яшлек-Хаус странно выразился, дословно так. Там молодежь может найти себе определенное решение, неопределенно сообщил ради Хабиров. Ну, ладно, открыли так открыли, посмотрим, зачем это нужно и что там будет. Далее, следуя заведенному порядку, слово передали министру здравоохранения Забелину Максиму Васильевичу, который сообщил нам сухие цифры ковидной статистики. В частности, 82 тысячи человек по данным Минздрава уже заболели ковидом, это всего за полтора года, это составляет, кстати говоря, всего лишь 2,5% населения. Занятость коек на данный момент составляет 87%, то есть 13% свободно. Количество коек от прошлой недели практически не изменилось и составляет 8155 единиц. Первым компонентом вакцины спутник Ви, спутник Лайт и прочей вот этой вот животворящей жижей привилось 54% взрослого населения Республики Башкортостан, 1,564,000 человек. Опять же, это по мнению Минздрава. Вторым компонентом на данный момент привито 1,3 млн человек, что составляет 41% от взрослого населения Республики. Не могу сказать, какое количество из этих привитых купили себе сертификат, потому что в последнее время все больше и больше разговоров о купленных сертификатах, о том, какие последствия несет за собой именно покупка сертификата вакцинация, от себя скажу, что здесь очень странный двоякий эффект. Человек, который не вакцинировался, но купил себе сертификат вакцинации, и его данные содержатся в базе госуслуг и базе Минздрава о том, что он якобы привит, оказывается, несколько иначе воспринимается наша система здравоохранения теперь. И не дай бог он заболевает ковидом уже после вот этой ненастоящей вакцинации. Здесь начинается метание и подбор мнения о Минздрава в попытке не признавать, ну, по крайней мере, массово не признавать заболеваемость среди вакцинированных. То есть, получается, здесь такой капкан. На самом деле человек не вакцинирован, в восприятии Минздрава он вакцинирован, и Минздрав начинает каким-то образом, значит, диверсифицировать его заболевание. Когда-то признается оно ротовирусной инфекцией, когда-то оно признается внебольничной пневмонии, очень неохотно оно признается ковидом. В общем, вот в этом, на самом деле, кроется некая опасность, потому что пока идет этот внутренний торг, и пока идет вот это вот решение о том, какой болезнью признать человека, заболевшего якобы привитого, в этот момент теряется драгоценное время на лечение. Но это мое личное наблюдение, это не медицинский факт, это мое, в общем-то, предположение об обстоятельствах, как это происходит. И предположение это основано на некотором практическом опыте, не моем лично, но некоторых людей, которых я знаю. Далее, как обычно, последовал триединый доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Алан Викторович Морзаев в этот раз не поставил рекорд краткости, но, тем не менее, был действительно лаконичен, сообщил нам о трех отключениях ресурсов в Уфе свыше 8 часов, и, по утверждению Алана Викторовича, все эти три отключения горячей, холодной или еще какой-нибудь воды были уже ликвидированы. На самом деле это не так. Абсолютно достоверно, что на момент доклада была отключена горячая вода в нескольких домах в Арджинькинском районе города Уфы, в частности, по адресу улицы Чудинова, дом 1, я точно проверял, созванивался с жильцами именно этого дома, потому что там отключение произошло накануне вечером, и на момент доклада отключение все еще было. Там то включали, то выключали, и текла ржавая вода, но отключение не было ликвидировано. Судя по всему, Алану Викторовичу не удалось наладить полного контакта с Арджинькинской администрацией, и потому он не получает достоверной информации об отключениях ресурсов в этой части Уфы. Вероятнее всего, ему нужно как-то взбодрить сферу ЖКХ Арджинькинского района, чтобы они подавали правдивую информацию ему для оперативных совещаний, иначе ему приходится, в общем-то, говорить неправду. Кроме всего прочего, конечно же, не все так благополучно в жилищно-коммунальном хозяйстве, и нам приходит довольно большое количество всевозможных материалов, документов, видеокадров, и сообщений о том, какие проблемы есть в жилищно-коммунальном хозяйстве, потому вот эти вот доклады на несколько секунд о том, что все прекрасно и замечательно, выглядят не очень правильно на самом деле. И я бы хотел сегодня конкретно иллюстрировать этот тезис видеокадрами из Стрельтомахского района, где местные жители обеспокоены тем, что нечистоты из канализации вывозятся в открытое пространство, сливаются фактически в открытый водоем, вокруг которого расположено жилье и дачные участки, и садовые дома. Ну, в общем, как бы так, наверное, не должно быть. И вот, тем не менее, такое есть. Видеокадр нам присланы из Стрельтомахского района, республики Башкортостан. Стрельтомахский район, поселок Мебельный, Бельская, точнее. Вот у нас дворы, жилые дома вот идут. Вот здесь вот сюда осенизаторы приезжают и сливают. Здесь непонятно, что трубопровод или что, то есть санитарная зона никак не соблюдена. Канализации с поселка вытекают, вот они, получается, гнилые трубы, вытекают, запах ужасный. Вот они вытекают вот оттуда, ужасный запах. И дальше у нас все это течет туда. Сейчас продолжу кадры, куда это все сливается. Так, вот за этой свалкой получается. Ладно, благо ее убрали. Вот этот водоем как раз находится. И сразу у нас вот здесь вот видим дачный сектор. Вслед за Морзаевым выступал, как обычно, господин Булышев, министр транспорта и дорожного строительства, который традиционно ничего не говорит нам про дорожное строительство. Но про транспорт он отчитывается в стиле заправского ГИБДДшника, рассказывая нам о ДТП. ДТП на прошедшей неделе произошло 72 штуки, в них пострадало 87 человек и погибло 12 человек. Общая численность погибших за 2021 год приближается к отметке в 400, составляет 396 погибших на дорогах Башкортостана. Суровая, страшная математика говорит нам о том, что уже на следующей неделе количество погибших превысит 400 человек. А это тот самый рубеж, который был установлен Хабировым и который был обещан Путину. То есть уже в ноябре, за два месяца до окончания текущего года, господин Булышев превысит предельный норматив гибели на дорогах. Не знаю, последуют ли за этим какие-то оргвыводы. Я знаю, что федеральные власти спохватились и отказались от максимально строгих требований в отношении снижения смертности на дорогах, видимо, понимая бесперспективность этой задачи. Но, тем не менее, мы помним эту цифру в 400 и боюсь, что она существенно возрастет за оставшиеся два месяца, и мы увидим там цифру близкую к 500 или даже больше. Вы же помните об этом странном решении включить в состав правительства руководителей крупнейших предприятий Республики Башкортостан? Ну, прямо скажем, спорное решение, но, тем не менее, оно состоялось. И на базе этого решения теперь есть такая традиция время от времени заслушивать в правительстве доклады руководителей крупнейших предприятий, расположенных на территории Республики. В этот раз счастливый билет выпал генеральному директору ООО «Башкирская генерирующая компания» Лариошкину Виктору Анатольевичу, который рассказал нам о результатах работы «Башкирской генерирующей компании» и перспективах направления развития. Ну, собственно, что такое БГК «Башкирская генерирующая компания»? Наверное, надо пояснить, потому что не всем понятно. Но это, пожалуй, что манипулист по выработке электричества и тепловой энергии в Республике Башкортостан. В состав БГК входит 20 энергообъектов, крупнейших производителей вот этих двух видов этой энергии. Вырабатывает 4415 мегаватт электрической энергии и 8648 мегаватт тепловой энергии, что, собственно, почти составляет полный объем потребления в Республике. Практически все электричество и вся тепловая энергия. В составе вот этого вот объема энергии, вырабатываемой БГК, кстати говоря, есть 5% возобновляемой энергии. Это гидро и ветроэнергия, но в основном, конечно, гидро. Гидро – это кармановская ГРЭС. Общее вложение в капитальный ремонт инфраструктуры только в этом году, как сообщил нам Виктор Анатольевич, составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вот здесь вот интересно, так как вот эта ООО «БГК», назвать ее ООО «БГК», конечно, сложно, входит на самом деле в состав Интеррау, и вот эта вот пресловутая БАШ-РТС, которую мы тут все костерим и на которую мы все жалуемся, по сути получает тепловую энергию именно у Башкирской генерирующей компании. Забавно, что и БГК, и БАШ-РТС – суть одного холдинга Интеррау. Соответственно, тут как бы одни другим продают. Помните, мы задавали этот вопрос, и даже я писал письмо господину Качкаеву с вопросом, а какова рентабельность БАШ-РТС? Почем БАШ-РТС покупает вот у Башкирской генерирующей компании это тепло, которое нам потом продает по самой высокой цене в Российской Федерации? Но внятного ответа именно на этот вопрос я, конечно, от Павла Рюриковича не добился. Можно было бы его, конечно, задать и господину Лариошкину. Но Радий Фаритович, выслушав доклад правого генерального директора ООО БГК, не задал он ему ни одного вопроса, ни по поводу стоимости тепла, ни по поводу перспективы снижения стоимости отопления. Хабиров только ободряюще поддержал господина Лариошкина, сказав ему дословно так, «Вы у нас самый надежный партнер». Но кто бы сомневался, что и ООО Башкирская генерирующая компания, и БашРТС – самые надежные и, судя по всему, самые хлебосольные партнеры для правительства Республики Башкортостан и Радия Хабирова лично. Далее последовал доклад госпожи Полянской, министра земельных и имущественных отношений. Доклад этот был о цифровизации государственного управления в сфере земельных и имущественных отношений. Собственно, мадам Полянская, вот этот загадочный персонаж башкирского правительства, рассказала нам о том, что она перевела в электронный вид 17 видов услуг, которые оказывает Министерство земельных и имущественных отношений, до конца года планирует еще 4 услуги оцифровать, и сообщила нам о том, что уже 55% обращений за услуги в Министерстве земельного и имущественного отношений происходят в электронном виде. Полянская утверждает, что она находится в теснейшем контакте с администрациями районов и городов, и все так у нее замечательно оцифровалось, что просто прелесть, чудо и красота. Наталья Юрьевна рассыпалась в многочисленных, многословных благодарностях всем, кого только припомнила, включая министра цифровизации, и всех-всех-всех, ну, буквально все, как в той замечательной, знаменитой классической книге, буквально все кинулись на помощь мне, когда узнали, что я отправляюсь за сокровищами. Так вот, мадам Полянская благодарила всех. Однако, из иных источников и непосредственно из администрации районов и городов, мне известно, и весь этот год сообщали о том, что вот эта передача полномочий и распоряжения землями районов и городов в руки министерства, фактически мадам Полянской, и вся вот эта ее цифровизация привели ни к чему иному, как к полному параличу деятельности во многих районах республики. И многие главы и заместители глав районов характеризуют деятельность Полянской так, мы просто потеряли деньги для района. То есть, некоторые районы, некоторые администрации в республике Башкортостан не провели ни одной сделки с землей за вот этот период, потому что это все было в руках мадам Полянской, а у нее там чего-то, значит, не срабатывало. А непроведение этих сделок, то есть, невыделение в аренду, непродажа земли и так далее, ведет, естественно, к потере финансов, конкретно для районов. Мы помним, что районы и так у нас обделены возможностями, их бюджеты очень-очень незначительные и ограничены, а то, что у них отобрали еще вот этот последний источник существования, это, конечно, ничего хорошего. А далее последовал очень смешной доклад мэра Уфы Сергея Николаевича Грекова. Он вообще какой-то смешной персонаж, вот честно, да, если вот резюмировать его имидж, да, он вообще просто какой-то комичный. Но, в общем, мэр Греков, мэр Греков, пауза, сделал доклад о работе оперативного штаба ЖКХ города Уфы. Ну, тот самый штаб, который ради Хабиров создал лишь бы не получить вилы в бок от жителей города Уфы за стоимость отопления и порядок его подачи. Собственно, Греков теперь за все это отдувается за всех и сообщил нам, что аж 22 сентября был создан этот штаб, а 25 сентября, напомню, нам подали тепло в дома. Теперь у Грекова штаб работает. Проблема, как он выразился, берется на контроль до полного ее решения. И в разработке у него даже есть Телеграм-бот. Это прозвучало как величайшее достижение. Телеграм-бот, который можно, в общем-то, разработать по-хорошему за сутки двое, разрабатывается уже больше месяца и все еще находится в разработке. А дальше было особенно смешное про саму работу этого штаба. Как нам известно, сам работа от этого оперативного штаба свелась к приему звонков граждан. В пике ситуация была следующая. У Грекова в этом штабе работало 45 операторов, и они принимали, как он выразился, до 1230 звонков в сутки. Но простая арифметика нам говорит о том, что на одного оператора приходилось аж 27 звонков в сутки. То есть чуть больше, чем один звонок в час. Представляете, и это в пике нагрузки. Но в чудовищных условиях, с чудовищным видимым напряжением работают граждане у нас в городской мэрии. А сейчас у Грекова всего 80 звонков в сутки. Я не знаю, сократил ли он количество операторов, или они там уже дерутся за право схватить трубку. По словам нашего веселого мэра Уфы, граждан и жителей Уфы практически не интересует размер платежа за тепловую энергию. Ну, так утверждают греков. Это не я говорю, это говорит греков. Только потому, что за все время всего 400 человек позвонило туда в штаб и возмутилось платежками, которые им пришли за отопление. Ну, то есть 400 человек на фоне миллионного города это, конечно, немного. Однако, я бы усомнился в уверенности Сергея Николаевича в том, что жители Уфы не волнуют платежки за отопление. А может быть, жители Уфы не волнуют Сергея Николаевича? Может быть, они просто не считают вообще целесообразным общаться с мэром Уфы на предмет вот этих вещей, а просто тихо, но настойчиво натачивают вилы и как бы выбирают момент для визита к дорогому радио Фаритовичу. Хабиров, выслушав Грекова, остался доволен этим докладом. Судя по всему, Греков выполнил главную задачу. Хабиров резюмировал этот доклад следующим образом. Самое главное – это дать гражданам возможность быстро дозвониться. Ну, судя по всему, дозвониться до мэрии. Вот, оказывается, что самое главное по части отопления. Понимаете, да? Не дать нормальное отопление с нормальной температурой, не слишком жарко и не слишком холодно. Не дать это отопление по нормальной человеческой цене, хотя бы по европейской какой-нибудь, да? А просто дать людям, возможно, дозвониться, да? Ну, скорее всего, это все-таки рефлексия про вилы. Далее Хабиров вернулся к вопросу пандемии COVID-19 и, видимо, понимая, что крупно ошибся с решением о дате тех каникул, которые нужно было объявить. А Хабиров действительно ошибся, потому что многие соседи, которым Путин настойчиво рекомендовал начать каникулы 23-го числа, начали эти каникулы 23-го числа, Хабиров взбракнул и не признал, что у нас в Башкирии ситуация плохая с COVID-19. Понимая, что здесь он ошибся, Хабиров решил немножко подкрепить свою ситуацию и внезапно заявил о том, что считает необходимым строительство двух новых COVID-19 госпиталей в Республике Башкортостан. Действительно, решение это было внезапным. Мы помним, как, как бы, раскачивалось решение о строительстве первого госпиталя в Зубово, второго госпиталя под стереотомаком, и теперь вот внезапно и сразу два. Хабиров сообщил, что эти два госпиталя будут строиться, один из них в Сибае, второй в районе Туймазов-Октябрьского. Назаров, которого тут же подключил к обсуждению Хабиров, сообщил и доложил о том, что он проработал уже, возможно, строительство двух быстровозводимых госпиталей в Сибае, в районе Подол и в Туймазах. Также Назаров сообщил, что в Октябрьском пригодной площадке для строительства этого госпиталя не было, и строительство будет рядом с Туймазами. Уже набрав необходимую скорость принятия решений, Хабиров тут же поручил Забелину начинать формировать коллективы этих двух госпиталей, и резюмируя всю вот эту историю, Хабиров заявил следующее, цитирую, «Мы приняли сложные, непопулярные меры, но эти меры касаются тех людей, которые не вакцинированы». Конец цитаты. Ну, вообще, вот лучше бы молчал, вот правда. Потому что вот это вот антинаучный подход к тому, для кого принимаются меры и против кого они направлены, вот лучше, наверное, уже перестать о нем говорить. Звучит это абсолютно варварски, и особенно на фоне тех писем, которые уже присылают Министерство промышленности, например, многим нашим предприятиям. Мне попался образец этого письма, который пришел на один из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Республики Башкортостан, и в нем уже пишется о том, что с 18 декабря непривитых работников руководство, администрация предприятий должно, по сути, увольнять. Мне сразу, и тогда еще, когда об этом было заявлено впервые, возникли вопросы, на каких законодательных нормативах и документах основывается Министерство промышленности, давая прямые указания руководству и собственникам предприятия об увольнении сотрудников. Осознает ли Минпром Республики Башкортостан тот урон, который можно нанести промышленности Республики Башкортостан, увольняя сложившиеся коллективы в сложных технологических предприятиях? Понимают ли они это? Не потеряли ли они рассудок в панике от того, что они не исполняют указания Путина по процентам вакцинации и не приносят ли они в жертву курицу несущую золотые яйца? Вот эти вопросы, они есть, они никуда не делись. А вот это вот варварское письмо Минпрома, это, конечно, что-то с чем-то. В конце совещания вовсе случилось смешное, Хабиров опять заговорил о в индексе промпроизводства. Опять сказал про эти 104%, я не знаю, может, вообще Хабиров был какой-то рассеянный, тихий, вялый, может быть, у него там просто переключилось сознание, он забыл о том, что он говорил об этом в самом начале оперативки, но факт остается фактом. В конце оперативки он опять заговорил про этот любимый его индекс. Прокомментирую я, пожалуй, решение о строительстве вот этих двух ковидных госпиталей, по сути, само по себе строительство это дело богоугодное, потому что действительно в Башкирии не хватает медицинских учреждений, и как сказал Хабиров, если и когда закончится пандемия COVID-19, то эти медицинские учреждения превратятся просто в медицинские учреждения и точно не будут лишними ни для Тоймазов, ни для Сибая. То есть сомневаться в необходимости и полезности этой стройки наверное не стоит. Но есть несколько вопросов, и я бы, пожалуй, их перечислил, наверное, эти вопросы возникли не только у меня. Первое, это кто будет строить? Ну, судя по всему, будет некая конкурсная процедура, и вот как ее будут проводить в спешном порядке, мне это очень интересно. Назаров прозорливо уже начал консультироваться с Федеральной антимонопольной службой. Согласен, правильно и ловко, потому что лучше заранее обсудить, иначе потом по шапке можно получить. Сколько будет стоить, какова стоимость сейчас этих ковидных госпиталей, особенно на фоне того, что за последний год у нас практически удвоились цены на строительные материалы. Будет ли участвовать Федеральный центр в софинансировании этих ковидных госпиталей? Мы помним, что в прошлый раз там было так, мы строили коробки, инфраструктуру, а за федеральный счет мы насыщали эти госпитали оборудованием и всем необходимым для медицинской деятельности. Но это, по крайней мере, хотя бы справедливо, это примерно 50 на 50. Ну и сроки, сроки и количество коек. Стоит ли, как говорится, сражаться, не является ли это показухой, потому что если это будет там госпиталь на 100, 150 кое, это, конечно, бессмысленно и абсолютно не решает проблемы. Если это будут крупные медицинские учреждения, то, да, это нужно и это будет полезно и для Сибаи, и для Туймазов, и в целом для республики в качестве разгрузки общей системы здравоохранения. и для сих пор ��터